Предрелизный период PlayStation Vita сопровождался анонсами ответвлений многих популярных серий, вроде Uncharted, Wipeout, LittleBigPlanet и эти проекты были в различной степени успешны, ради них и брали консоль. В теории Sony должны были угодить любителям каждого жанра. На практике большинство проектов раздали никому неизвестным студиям, что и повлекло за собой выход на рынок не совсем качественного продукта. И сегодня я хочу поговорить с вами о примере того, как не стоит делать портативный шутер от первого лица. В начале 2012 года я ждал каждый владелец консоли. Постоянно в сети появлялись дневники разработчиков, которых нам обещали просто неимоверный шедевр, которого мы недостойны. И вот он вышел и сдулся. Давайте же пройдемся по основным проблемам. Итак, сюжет. Он здесь вообще есть? А, точно, главный герой пожарный, место действия США во время самого первого нападения на планетной расы Химер. Бравый пожарник проходит полстраны, чтобы найти своих жену и дочь. Ради достижения цели он присоединяется к группе повстанцев. Иииии, все, этого должно быть вполне достаточно в игре, компания которой с натяжкой занимает 5 часов. Геймплей стандартен до абсурда. Обычный шутер с укрытиями, наитупейшими врагами и скучными боссами. Немного разнообразия добавляет обширный арсенал инопланетного оружия. Одно позволяет стрелять сквозь стены, второе устанавливать щит на короткое время и так далее. У каждого вида оружия есть как основной, так и альтернативные режимы. Например, у дробовика есть режим арбалета. По ходу игры вам встретится от силы 4 вида врагов, которые почти не опасны. Сиди за укрытием да отстреливайся. Вся игра забита сенсорными функциями, которые весьма удобны. Из-за недостатка кнопок гранаты придется кидать именно с помощью сенсорной панели. То же самое с оружием ближнего боя, которым из-за профессии героя является пожарный топор. Также имеется система прокачки оружия путем установки специальных модулей. Например, большая точность или увеличенный урок. Однако при всех минусах игры локации разнообразны и красивы настолько, насколько они могут быть красивы в игре с графикой времен PlayStation 2. Никаких графических изысков, а ведь по Killzone Мерсенере видно, что PS Vita способна на большее. Зато хоть и FPS не проседает. Примечательно, что это одна из немногих игр, где нельзя сделать скриншот. Это наводит на некоторые мысли. В игре имеется и мультиплеер на 8 человек с несколькими режимами. И зайти в него почти невозможно. Он ужасно нестабилен, постоянно выбрасывает, ссылаясь на проблемы с сетью. И это после патча, который должен был исправить данную проблему. Имеется система создания собственных классов, как в Call of Duty. Можно улучшать оружие и устанавливать перки. Ну и последнее. Платиновый трофей зарабатывается за первое прохождение игры, причем без особых усилий. Он даже не требует собирания документов и записок выживших. Просто убивайте в свое удовольствие и прокачивайте оружие. Доходит до смешного. Золотой трофей дается за один матч в мультиплеере, даже если вы проиграли. Но с какой-то стороны это действительно сложно, учитывая постоянные проблемы с сетью. В итоге это одна из тех игр, которые были бы терпимы, если бы выпускались для мобильных телефонов. Однако эта игра продавалась по полной цене в 1800 рублей для консоли, которая позиционировалась как будущее портативных развлечений. Смешно, не правда ли? Она заявлялась как один из главных эксклюзивов. Она рекламировалась на каждом гребаном сайте. И после подобных проектов Sony не стоит удивляться, что консоли же второй год не продается. И если вам нужен отличный шутер от первого лица с годным мультиплеером, то берите Killzone Mercenary, а Burning Skies пусть останется горьким напоминанием о зря потраченных деньгах. Моя финальная оценка 4 из 10. С вами был ДТП-47, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и серьезно, зайдите в мою группу ВКонтакте, ссылка на которую находится в описании. Пожалуйста. До скорых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok